В Казахстане будет построен завод по утилизации стойких органических загрязнителей. Об этом сообщил ответственный секретарь Минокружающей среды и водных ресурсов Анатолий Дерновой. По его словам, токсичные вещества, содержащиеся в некоторых медицинских изделиях, должны правильно и безопасно утилизироваться. Ежегодно в стране образуется более 20 тысяч тонн медотходов. Львиная доля из них содержит ртуть и инфицирована. На обычной свалке выбрасывать их запрещено, поэтому обычно их сжигают. А эта процедура уничтожения вредных отходов обходится недешево. Одна тонна – две тысячи долларов. Решить проблему их утилизации, обезопасив окружающую среду и здоровье казахстанцев, призван новый совместный проект Минэкологии нашей страны, Глобального экологического фонда и ПРООН. На его реализацию выделят свыше трех миллионов долларов. В программе правительства совместно с проектом ПРООН строительство завода по утилизации стойких органических загрязнителей, которые накопились в достаточно большом количестве в стране, строительство данного завода позволит не только решить проблемы Казахстана, но и соседних наших стран. На сегодняшний день в Казахстане существует практика по уничтожению инфицированных медицинских отходов посредством сжигания. Но при сжигании образуются неорганизованные состы, диоксины и фураны, которые выбрасываются в атмосферный воздух и тоже оказывают соответствующее негативное влияние. Вот оценку объемов этих выбросов нужно будет провести. Продолжение следует...